Добрый день всем, кто любит вино и всем, кто хочет полюбить вино. На самом деле уже добрый вечер, 8 часов, суббота, выходной практически все свалили уже из Киева, а мы с вами, нас не очень много, но мы с радостью записываем и дегустируем вино вместе онлайн, как всегда. Я, Леша Дмитрий, который обожает вино и все, что с ним связано, очень приятно, что сегодня, наконец-то, долгожданная бутылка розового и гристого вина из Франции, это Бургундия. Это даже не шампань, где буквально вчера или позавчера я прочитал, были весенние заморозки и 30% урожая во многих местах просто погибло. Это очень плохо. У нас регион чуть более южный, это Бургундия, не намного южный, конечно, но все равно находится южнее, чем шампань. Критер, розе, брюд, то есть брюд розовая и гристая на основе трех сортов винограда. Это у нас пенуар, это шардоне, характерный для Бургундии, а также олиготе, которая тоже есть в Бургундии. И, к сожалению, или к счастью, не знаю, для этого уже олиготе, не многие об этом знают. Кстати, наш любимый и очень популярный коктейль Кир Рояль делается из черно-смородиного ликера и шампанского. Но если вы делаете просто Кир, то чаще всего это обычное, сухое, с хорошей кислинкой олиготе, даже не шардоне. Начнем открывать. Как всегда, для открытия гристого я очень люблю использовать вот такой вот штопорочек, потому что у нас акциска закрывает наш термосадочный колпачок. Не видно маленького язычка, за который все любят дернуть. Лучше просто так вот обрезать себе спокойненько. И потом довольно красиво можно будет снять эту капсулу. Все будет ровненько, празднично. О, у нас еще... Как называется? У нас сегодня все в теме, смотрите. У нас розовая плакетка. У нас розовая салфетка. Я не знал. И у нас миссия Труссилие. Бонжур, туалмонт. Я мапель Труссилие. И я очень люблю шампанг и спаркинг вайн. Вы видели? Даже Труссилие любит шампанское игристое, поэтому не будем томить. Начнем. Легким движением руки брюки превращаются. Надеюсь, останусь все с глазами сегодня. Who knows? И потрясенка. Самое главное это крутить что? Конечно же, бутылку. И... Вот такое оно. Нам повезло. Пробка пахнет отлично. Поэтому дегустация будет просто шикарной. Клево. Клево, клево. Я думаю, многие в Твиттере видели, как можно с пробочками красиво их приклеивать на деревянные дощечки из-под ящиков и получать такие себе симпатичные инсталляции. Когда вы открываете бутылки вина дома, еще раз можете сделать салфеточку. Вытянуть таким образом, еще протереть внутри горлышко, чтобы там точно не было никаких пылинок, ворсинок и других штук от пробки. Ну, конечно же, салфетка тоже желательно должна быть чистой. Берем нашу шампаночку и наливаем. Шампанское игристое. Чаще всего наливают за два приема. Вот так у нас на самом деле игристое. Но не очень пенится, вы видели? То есть, мусс довольно быстренько у нас опустился. Это слегка расстраивает, честно, любителей игристое. И пузыречки, да? Пузыречки мы оцениваем тоже. Даже вот так вот видно, да? Что они на самом деле довольно крупные. То есть, это в два раза крупнее, чем в классическом, таким хорошем шампанском, да? Вино, вот сегодня, буквально на винной лихорадке, мы пробовали очень похожее по цвету розовое. Такое бледно-бледно-бледно-розовое. На английском будет faded salmon. Такое себе лосось, светло-светло-лососевое, да? Но, хоть они такие пузыречки и довольно крупные, стремительно поднимаются вверх, что не может не радовать. Понюхаем. Ребятки, что-то вы в чате совсем притихли. Вы там не пропали, нет? Четки, как укалы. На самом деле, Макс, это ты прав. Где-то так, да. Пока, честно, в аромате немного разных нюансов. Думал, будет больше ягодных оттенков, какой-то клубнички сразу повалит, землянички. Но пока они спрятаны. Сейчас мы посмотрим еще подождем. Пусть оно чуть-чуть хотя бы подышит. Легкие минеральные оттенки. Как ни странно, хотя бокал у меня чистый, сто процентов. Я очень всегда люблю, когда вы приходите, кстати, на дегустацию, всегда нюхайте бокалы перед дегустацией, потому что они бывают, там, какие-то остатки, может быть, тряпка была не свежая, которые натирали бокалы, или с водой какие-то проблемы. То есть, бывает такой тон именно бокала, да, перед дегустацией. И для легкого какого-то вина это может быть очень плохо, да, в данном варианте. С бокалами у нас было все хорошо, но аромат так честно и не раскрывается. То есть, у нас чуть-чуть появилась зеленая клубники, такая недоспелая, да, которая, может быть, скоро-скоро появится, с таким зеленым носиком. Но легкие такие меловые оттенки и чуть-чуть животных. Все. Я ожидал от этого аромата, от аромата нашего игристого, намного больше, честно. Мы еще посмотрим чуть дальше, в конце, но пока скромненько, откровенно скромненько. Попробуем. Кто у нас появился? Диктюша. Привет. Рад видеть. Есть ли у тебя какое-то с собой вино сегодня? Не с пустыми ли руками? Кстати, сегодня мы записывали интересную уличную дегустацию. И такие ребята уже полутрезвые. Я не говорю полупьяные, полутрезвые. Шли с какими-то, где-то там конкурс какой-то проходил, я не знаю, такие кэллхи для пыва с символикой Евро 2012. И они говорили, мы там с бокалом, с камерой, они... О, возьмите наши бокалы. Ну, такое. Вы представляете, да? Пить вино из бокалов из-под пива. Это же катастрофа просто. Так. Нет, я на антибиотиках занимаюсь мазохизмом. Ну, мазохизмом, тогда пора переходить к самой жесткой части нашей сегодняшней онлайн-дегустации. Непосредственно попробуем вино. Прости, диктюша. А во вкусе симпатичненько. Да, нормально абсолютно. Вот. Вот. Во вкусе вино... Знаете, брюд, еще раз, конечно же, от 5 до 15, и абсолютно есть разные брюды. Есть такие ласковые и ближе такие сладковатые. Есть дерзкие, чуть ли не там ближе к экстра брюду, там, зеро дозаж, да, по ощущению. То есть здесь, мне кажется, там, чуть ли не там 7-8 грамм сахара. Приятно. Сухие красные такие ягоды. Оно даже звонкое такое во вкусе. Очень свежее, клевое. Намного приятнее, чем в аромате, честно. Я люблю все-таки понюхать игристое. Многие, а, налили, давайте, чего ждать. В Донетушке нужно, как бы, уважить вино. Все-таки его делали, старались. 135 гривен, что означает около 13 до евро. Около 13 евро. На сайте они, конечно же, указывают, себя любят, не обижают. И пишут, что это одна из самых популярных компаний Акритер, одна из самых популярных игристых позиций во Франции именно. Ну, такое довольно серьезное заявление, да. Представьте, то есть шампанское, это шампанское, у-у-у, с короной. А игристое, которое будет более доступное, которое пьют, возможно, больше молодежи, средний класс. И если действительно правда, то нам повезло сегодня. Еще раз понюхаем, что же было в аромате все-таки. Много не добавилось, ничего. Как был такой ароматик ровный, так он и остался. Еще раз попробуем. Приятное, свежее, нету никакой горчинки, может быть, совсем немного, что абсолютно нормально для этого розового. То есть оно не блеклое, в нем есть структура, что будет хорошо подчеркивать многие блюда на самом деле. То есть, за что я люблю розовое вино? Опа, у нас кирпичный комментарий. Да, Макс, 50% удовольствия, но мне кажется, простые гристи редко имеют выраженный аромат. Ты абсолютно прав. Не всегда. И когда есть, это уже победа. Многие блюда. Недавно я рекомендовал вина под определенные блюда для одной винной карты. И заметил, что розовые действительно на многом могут помочь, да. Если перед вами, вот даже сейчас поставьте карпаччо из телятины. Нежная телятинка, супер. Или, например, какая-то там маринованная телятина, розбив с каким-то соусом из красных ягод. Может быть, даже если холодная закуска, это утиная грудка. Почему бы не? Это утиная грудка, малиновый соус для меня. Тоже классика такая. Конечно же, красная рыба в любых проявлениях. Вплоть даже до гриля, не слишком зажаренного. Но начинают от простых сашими до какими-то такими штуками. Возможно, с азиатской кухней. Что-то с соевым соусом. То есть вино в гастрономическом плане отличное. И очень клево, что это не полусладкое, не демисеки всякие, да. Это именно категория брюд. Которое вот я сейчас сделал хороший глоток. Сразу захотелось чего-то перекусить. Даже маленькая, мне кажется, такая брускетта с томатами. Вообще отлично. Или, например, брускетта с каким-то мяском. С пармой. Нормально будет, да? Хорошая, интересная. По 100-бальной шкале, мне кажется, я бы дал нашему игристому больше 80 баллов однозначно. Хорошие новости. Возможно, возможно, вино и еда, приложение для айфона, наше вкусненькое, появится и на андроиде. Yeah, this is a big victory, да? И на андроиде в мае. Серж, спасибо тебе. Мне кажется, минимум 83 балла. Да, 83 балла. 83 балла, хорошая оценка. Не дотянули в аромате, по вкусе, все достойно. Приятная штука. Хранить его 100% долго-долго, конечно, не стоит. Увидели на полке, взяли, выпили 11,5% алкоголя. Забавно. Мне хочется, чтобы вы поэкспериментировали с игристами, с разными блюдами. Да еще и с розовыми, с разными блюдами. На самом деле, это очень клево. Только подумала о буточке. Друзья мои, у меня действительно с нее хорошее настроение. Я очень надеюсь, что вам оно тоже передалось. У нас было сегодня немного, но мы, как всегда, в тельняшках. Потом, понятно, многие поезжали, но, конечно же, я сохраню и в записи. Посмотрим эту дегустацию. Я вам желаю отлично, отлично отдохнуть на майские. Даже если вы куда-то улетите, мы будем продолжать снимать дегустации. Совсем-совсем скоро уже появится. Как-то я затянул слишком монтаж дегустации портвейна. Там нелегко все происходит. Но совсем скоро будет. Поэтому дегустируйте разные вина. Не забывайте делиться своими впечатлениями. Какая-то реклама вылезает, то зависнет на минутку. Я надеюсь, потом в повторе будет все клево. Спасибо, Макс. Спасибо, Диктюша. Спасибо, Талака. Мне было очень приятно быть вместе с вами. До новых встреч.